Я к экономике, и то, что сейчас проводится, к экономике имеет вообще далекое отношение к хайпу. Скорее, почему не надо проводить вот такие снижения? А периодически по-разному это сейчас проводится. И оно действительно в серой-черной зоне. И три года назад то, что вы приходите слушать про Bitcoin, это уже значит вы нарушаете какой-нибудь заход. Вам даже слушать ничего не надо, просто стоите на улице и уже нарушаете закон. Поэтому вы находитесь всегда в серой зоне. Вопрос выгодный или вас даете, или не выгодный. Давайте сначала познакомимся. Давайте так, попросим вам. Кто запускает свое ICO в ближайшие месяцы? Вот, хорошо. А кто думает о том, кто запустит ICO? Да, хорошо. У кого есть биткоины в кошечке? То есть те, кто ICO запускает, у них не будет. Надо изучать технологию. Ну, хорошо. А в средствах нет, в принципе, валюты. Она ценится ниже на сколько вы уже знаете, да? То есть, в потоке на рассказах нет. Все потоки не знают. Ну, вон он так. Ну, чего-то не знаю. Ну, сейчас будет презентация. Ну, давайте, как тогда, собственно, блокчейн... Сейчас очень много определений блокчейна. В букете там написано, что требуется точка влог. Значит, я утверждаю, что это обязательно, такая-то, сточка из транзакций с внутренним мотиватором и с течением от грузов, который, собственно, является криптовалютой. Блокчейн без криптовалюты – это профанация. И типа а-ля приватная блокчейна, там, мастерчейна, это чисто промоушен, да, для того, чтобы государство надо продать. А еще умный контракт, это из Экспеди, кстати, возможность использования в умных контракте передачи стоимости требует криптовалюты. То есть, как только слышите умный контракт – это по-любому криптовалюту. То есть, умный контракт без криптовалюты – это, опять же, пропанация, может сразу посылать человека, который вам пытается это ловшу на уши дальше. А из всего – это механизм привлечения финансирования, да? А, по сути, это то же самое, что кроуками и кроуками, кроуксейн или токен сейл, по-разному. В зависимости от того, что такое токен. Здесь название ICO – инициал, конечно, коэн, оперен. Слово «коэн» сейчас сомневается на слово «токен». Ну, то есть, правильно говорить, там, ITO. Вот, им по привычке все равно ICO делает. Там есть еще аббревиатура, но есть разные названия. В общем, суть такая – вы отпускаете какие-то единицы цифровые, которые могли, да, с собой придавать. Вот, токен – это жетон. Ну, как-то микро, да, то есть вы выпустили там 50 жетонов, продали их. Потом, по идее, люди этими что-то не могут обмениваться. А, значит, про глупщины и ICO. ICO, оно изначально пошло именно под проекты блокчейна. Значит, блокчейн обязательно должен быть коин, потому что криптовалюта. значит, соответственно, там и внешний коин отлин. И это и есть ICO. То, что сейчас проводится, это вообще ни разу не ICO. Это просто сбор бабла, которые, ну, вообще никак не привязаны к реальности. Это чисто мошенничество в 90% случаев. В этом плане, ну, как бы я рекомендую нам, в первую очередь, подумать про продукт, который они создают. Второе – подумать, значит, нужно ли вам вообще, там, таким образом проводить кампанию. Если, собственно, да, вот решили, что нужно, ну, в принципе, на пирамидах тоже зарабатывают, и мошенничество тоже можно зарабатывать. В принципе, люди на этом деньги делают и очень живут хорошо. Это только внутреннее ваше убеждение, значит, по поводу того, что честно, а что нечестно. Ну, собственно, презентацию, она открыта, можете все это прочитать, если сильно, поэтому, гугляться не буду. Значит, ICO, оно похоже на ICO, значит, но вы не можете акции продавать, что важно, да, то есть есть токены, коины, вы не можете привязывать их к доле компании. Если вы это обещаете, собственно, вся регуляторика, вот, и теряется весь смысл проведения, собственно, ICO. То есть вам тогда проще будет улучшить и опыт. Это к краудинвестинге тоже самое относится, самое фактически. Потому что к краудинвестинге сейчас, ну, единственное, фонсаймик, да, пускай активы. Еще есть несколько компаний, которые проводят краудинвестинг по задовару займа, ну, там, может быть, там, декларируется. Это не доля компании, то есть это не инвестирование напрямую, это такой займ, ну, с бонус, естественно, на бонусы, естественно, на тех планах. Собственно, последовательность, как, что надо заполнять, да, естественно, на это, собственно, когда начнут это делать, более подробно информацию о том, что и в этой презентации можно взять, нет проблем, да. Ну, отметить можно, что самое главное, там, субпроекты надо писать, там, дорогую карту, а самое главное – команды, да, и проверить, естественно, на рынок актуальность. Ну, фактически, вот этот выпуск, ну, в итоге, например, называется еще предварительная прессия, вот эта проверка, гипотеза о том, что это кому-то нужно. Вот, и это хороший инструмент, да, так же, как краудфандинг, это проверка рынка, нужен ли ваш продукт, да. То есть, прежде чем создавать бизнес, сначала вы проверяете, нужный продукт. Ну, плюс экономика проекта, где описать все это на токен, и почему его будут покупать, то есть, в чем вообще смысл инвестирования, почему он будет расти, да. Так, ну, обязательные активности. Понятно, это социальные сети, направленные на тех, кто уже, там, в курсе дела, то есть, это, опять же, каких-то моментов, там, сообществам архистов, там, либертарианцев, вот, ну, естественно, это все социальные сети, которые можно, если вы на широкую массу нацеливаетесь, то это может оказаться, так сказать, очень дорого, потому что будет, там, республика в Европе. Если вы много денег потратите на рекламу, и маленькую конверсию получите. То есть, в этом плане надо целиться более узконаправленно, то есть, в первую очередь, люди, которые знают про криптовалюты, про ICO, слышанные, и которые хотят поиграть вот в этих хайпинг. Это сейчас. Либо нацеливаетесь на вашу какую-то узкую целевую аудиторию, которым нужен ваш продукт. Это самое лучшее. Собственно, это самое идеальное. Но я говорю сейчас, там, 95% это хайпинг, который, там, просто, так сказать, заработайте и быстро убежать. Так, ну, Slack, Telegram, то есть, каналы, да. Самое актуальное, наверное, то, что их надо все на мавдейском языке делать. Вот. Однако, обязательно рекомендуется в команду включать, значит, русскоязычных людей. Это стало признаком хорошего тона, да. То есть, у нас, как бы, сложилось. Вот. И вам нужно будет еще китайское сообщество. У них тоже много запросов на то, чтобы куда-то слить в теле. То есть, есть объективная такая проблема, то, что инвестировать так практически и не в чем. И, как бы, ICO, там, альтернатор позволяет, собственно, инвестировать куда-нибудь, на плане, какие-то интересные проекты, выходя из юридикции. Там все анонимно. Кстати, про страну и государство. Вот. То есть, когда вы запускаете, ну, понятно, вы физически находитесь где-то в какой-то стране, вы можете переезжать, можете зафиксировать какую-то юридикцию, там, компанию, но, в общем-то, это сделано совершенно не обязательно. Вот. Соответственные навыки таких возникает. Но это, опять же, какая-то черная схема, называется, собственно. А в нее играться, если вы, собственно, готовы в это играться. Баунги-компания. Это, ну, партнерские там, называется, по-моему, если, я когда вы сдаете какие-то токены за активность. То есть, люди вас рекламируют, это в социальных сетях, вы даете им токены, они стоят остальным смачным. Ну, естественно, основные затраты это на театр. В основном идет, то есть, ну, если говорить вообще по очередности, понятно, там, сайт, значит, привязка, юридические моменты, это все надо прописать, экономику, вайлтепер, и дальше пиар, тот пиар, вы потратите, ну, процент в 75 бюджетов. Кстати, сейчас пару бюджетов. Насколько мне неизвестно, проведение SEO стало городе, там специалисты, они берут на уделенных, те, как есть специалисты, а те, которые новички, там, ну, абсолютно нет никаких границ. Вот, и вот специалисты сейчас от 200 тысяч долларов. Ну, там есть какие-то более уделения. Так, ну, реклама, ICO на ICO трекеры, ну, скачать презентацию, это посылки, но для них я не буду посмотреть. Да, главная процедура, это те, так сказать, списки, которые, ну, тоже, с одной стороны рекламируют, а с другой стороны они аудит, который производят. То есть, когда вы выставляете свой проект, проекты по огромное количество, необходимо заключиться по с помощью, поддерживающей группы. И вот, если вы, например, существующие, ну, плюс люди, которые давно выпить, которые доверяют. Команда. Ну, вам потребуется, там, человек 5-10 вам потребуется, вот, естественно, их надо либо оплачивать, ну, либо в долю брать, вот, то есть, как обычно, собственно, команда, команда образования. Вот, вся эта команда, в основном, она, в основном, публикуются на Вайлкэпа и зачастую ещё, ну, я имею в виду на лентинге и Вайлкэп. Вот, то есть, они отвечают таким своим лицом, да. Правда, потом залетают следы, частенько такое бывает. То есть, когда провели ICO, собрали бабла, сайт закрывается, информация стирается, а те характеристики, которые были, ну, как бы, я рассказываю, как оно происходит, да. То есть, ну, собрать бабла, да. Ну, что вот плохого? То есть, делается, на этой коинталке, на других ресурсах, информация о проекте, она делается в виде картинок. Потом, значит, у Костя того, где эти картинки размещались, хериться, и всё, и чисто, и никто не помнит даже о том, что был ваш проект. Вот. Поэтому, кстати говоря, сейчас родился новый проект, называется ICO-литчин, и должен быть всё лучше. Чтобы таких было поднёжен. Мне это нужно, потому что я занимаюсь экономикой, и диспредитация технологии, она мне идёт тем, чтобы иметь пользу. Так. Ну, собственно, целевую аудиторию. Вам очень важно определить целевую аудиторию. Понятно, что это будут долгосрочные, краткосрочные инвесторы, там, спекуляторы сейчас пока. Вот. А также я посмотрел, в первую очередь, на тех, кто будет пользоваться вашим продуктом. То есть, когда у вас есть нормальный продукт, то для вас инструменты всего ICO, он очень хороший, и его надо использовать. Ну, соответственно, можно зарегистрировать фирму, даже нужно зарегистрировать фирму, там, выбрать там Сингапур или другую, любую можно юрисдикцию, то есть, когда вы продаёте продукт. Вы можете даже российскую юрисдикцию, в этом плане договор купли-продажи, значит, переступка прав, это делается относительно просто, и, понятно, там вология, то есть, вся абсолютно понятная белая схема. Ну, там, маленькая вот, получается так. Так как это новая тема, ну, я считаю, что это нужно использовать и продавать этот продукт, а заодно могут инвесторы покупать. Это самое хорошее. Так, ну, тут вообще рекомендация. Значит, вам по-хорошему можно будет проводить предварительно, то есть, за месяц до. Вообще, компания начинается примерно за полгода-год, то есть, от момента появления какой-то идеи, значит, собираете команду, у вас формируется там, ну, понимание, да, что вы делаете, команда понимает, каждый член команды может ответить, собственно, в чём суть проекта, да. Потому что тоже бывает такое, там, людям, которые в команде, им задают вопросы, а про чё проект они не знают. Вот. И это выглядит, по-моему, очень красиво. Но, собственно, это не решается ради денег. Вот. Ну, понятно, что тот, кто инициатор, он является, да, то есть, ядро они называют, может быть, один человек, может быть, два, три человек. Они публичные, они, желательно там, ну, каждый день видео записывать или постить человеку, значит, поддерживать связь с кабинетом FZ. То есть, здесь именно широкая масса, чем больше вы их извлекаете, тем больше вес вашего коэля. Вот. Ну, да, одно из то, что все какие-то с людьми, вас будут троллить, все будут троллить, потому что язычном сообществе каждый первый будет троллить, базово язычном вам будут задавать вопросы, и на эти вопросы вам надо отвечать. То есть, вас не будут сильно троллить, но если вы не сможете ответить вопросы, вряд ли получится. То есть, надо понимать, куда вы идёте, для чего вы идёте. то есть, ядро команды оно должно принимать. Остальные помощники, ну, они с них спросили. Проводить глобальную международное ICO, локальные они неуспешные. В принципе, есть успешные, но вообще глобальные темы это технологические темы. IT, в первую очередь, при умеет тех, то что связано с какими-то новыми технологиями, в принципе, игры в этом плане. то, что, допустим, как мы выпустили гуси токены, да, на обращивание гусей. Одного, это чисто локальная тема, это PR. PR, проверка белой юридической схемы. Собственно, она имеет место быть, и я считаю, что по такой схеме можно дальше запускать уже именно экономику, когда мы с одной токенами между производителями. Это кооперативная схема. У нас не зарегистрирован кооператив, но там предполагается быть кооператив. Тоже по их как-то. Ну, там тоже есть свои юридические вопросы, соответственно, да. Так. Ну, дальше, собственно, примерно повторение. Здесь более детализирование все вписывают, то есть, что нужно. То есть, металл, описание проекта, вопрос-ответы, презентацию, там, пять-шесть видеороликов. Знаешь, как их заранее заготовить, потому что, когда будете проводить свою собственную компанию, вам не будет сайт, вендинг. Ну, это, собственно, такая стандартная уже, например, вещи там. Естественно, там дальше то, на ссылке, то же заранее готовите тексты. Вам нужен нормальный, хороший контент-менеджер, команду именно. И он будет не создавать этот проект. То есть, вы будете являться лицом на то, как говорить и про чё, правильные слова произносить, да. Это контент-менеджер, и он вам нужен команде именно как часть команды. Так. Ну, понятно, что печаток надо 24 часа 7. И отвечать на вопросы. Вам нам будет сажать туда несколько людей, два-три человека. Каждый канал, по сути, телеграмм там. В принципе, есть ребята, которые на этом уже бизнес сделали, да. То есть, могут к ним обратиться. Вот. Помогут, да. Ну, группы, естественно, группы на себя регистрируйте. То есть, когда вы начнёте проводить, там будет обрал, да, маленько, скорее всего. Вот. Поэтому, заранее лучше готовьте регистрируйте домены, группы, основные все каналы на себя. Ну, если вы проводите, то есть, это должно вот в педре держать, потому что потом, через месяц-два, окажется, что, собственно, потом разброты шатаний, и потом половину ресурсов, собственно, не найдёте. А это по репутации вы любите сильно. Так. Ну, YouTube-канал, естественно. Юридическое. Ну, собственно, про юридическое здесь уже сейчас рассказываю. А то, что можно дополнить, ну, понятно, что надо выбрать нормальную юридическую схему, обоснование. То, что сейчас делается, ну, можно там примеры привести. Мне больше всего нравится выпуск зеркони, зеркони, там, зеркони. То есть, это аукционно-отталантно. Вот. Есть всегда везде свои вопросы, но повсюду это белый схем. Ну, чуть-чуть не... Вот. Как белой букет подажа, это вообще белый схем, но там налоговый, в принципе, из первых. Ну, короче, с налоговым. Вот. Вам, скорее всего, понадобится ИСКРОУ. Это гарант на время проведения ИСКРОУ. И, скорее всего, кто-то, кто будет гарантировать, что вы с этими деньгами после ИСКРОУ не увидите. Вот. А сейчас те компании хайперские, которые проходят, они от ИСКРОУ отказываются. И это признак того, что это ненадежно все равно. Хайп, кстати говоря, это не значит, что это кидалово. Хайп – это быстрорастующее что-то. Оно, как известно всегда, все же быстро растет. Оно потом, значит, снижается. И после этого либо оно постаравливается, либо вызывает. Ну, по поводу, значит, выборов, выводов фиат. На самом деле, нет у меня особенности выводить фиат вообще. То есть вы сотрудникам, конечно, в белую не можете оплачивать. Но те, кто палитные проекты, которые сейчас делаются, все люди, которые там в теме, они прекрасно принимают биткоины в оплату. Никаких вопросов нет. Вывести там 100-200-500 тысяч рублей на свои расходы – проблем никаких нет. Перевод, опять же, через СМДОКОР. СМДОКОР чем отличается? Там можно активы, активно-валютные, поставить на баланс. Соответственно, надо продать на бирже, легально получить доллары-доллары через схему, значит, завести. А в России это будет, в общем, белая схема. Понятно, что там надо будет заплатить, ну, процентов 10 заплатили на баланс. А, плюс налог, естественно, да. То есть, вот. Смысл теряется. То есть выводить фиат – будет смысл собирать токенную фиолету, потому что фиолет, она растет, потенциально вырастет, выводят фиат. Зачем? Так. Ну, значит, размещение токенации, собственно, предплат действий. Когда начнете, тогда вам это понадобится. Ну, вот здесь подытожим, да, то, что подготовка там полгода-год, а потом, значит, непосредственно за два-три месяца начинается, собственно, сама работа. И за месяц до там уже пиар-компания, да, то есть вам потребуется уже, как говорится, ну, заранее вы готовитесь, вы знакомитесь со всеми, все контакты записываете, и, значит, заявляете о том, что будет ИСО, и начинаете пиарить. Вот через месяц можно уже проводить ИСО. И таким образом, если нормальный пиар-компания сделан, то ИСО закрывается быстро, там, за полчаса. А некоторые и вообще запрессивны. Вот. А некоторые сейчас новые схемы, вот как EOS, мне не нравится, они пролонтировали на целый год. Вот, тоже такая схема интересная, посмотрим, как получится. Так, ну, и здесь народный, китайский язык, русский, опциональный. Так, ну, у нас есть фонд. Мы предоставляем там услуги, в том числе по упаковке, да. Ну, в общем, это сильно зависит от проекта. Это, как правильно было сказано. В общем, если проекты нормальные, хорошие, с удовольствием работаем, если это хайперские, мы даже, может, не выходим. Вот. Так. Ну, вот. Ссылки. Собственно, презентация, я думаю. Ну, это циклопеды. Здесь все открыто. Отмечу то, что есть фонд. Тиберфонд. Тиберфонд – это более мощная тема. Собственно, единственная работа, Марина Гурева, еще ребята, которые, они суперпрофессионалы, они очень давно в этой теме, то есть еще на заре, даже для меня, теперь начали, там есть несколько проект, хорошие проекты. То есть это не кидалово, ничего. И вот те проекты, там все открыто, публично, то есть те проекты, которые у них в портфеле, их можно брать. А там порядка пару десятков. А остальное, все, что появляется, там очень большой вопрос. Это как индикатор. Так. Ну, а если вот ректор здесь, список. Извините, можно не фотографировать, каждому отправиться по электронной почте, которую вы указали при регистрации, это все будет разоснуто. Так. Собственно, это редко. Вопросы, сколько времени есть? Нет. 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 Ну, вопрос, именно это про ваш фонд, да? Он, как-то помогает, это очень быстро добавить, обходить, да? Мы можем в этом помочь, да, если у вас нормальный проект. Почему нет? Да. А как это называется фонд? Ну, у нас фонд «Российский Добротек», да, где пиццерский мерзи, он сейчас делал. А, ну, есть у нас товарищи с Индокурским фондом, по большей части это юридическое лицо, которое, ну, проект, после десяти ексов. Ну, вы берете, сразу вам деньги нужно за это платить, или процент потом… А, по условиям? Да, условия, они бывают сильно разные. В основном делается два варианта. Либо за деньги, да, то есть это как консультация, так и оформляется, вот, либо, ну, да, то есть если проект, например, наш, то… А деньги в месяц в тысяч долларов? А, нет. У нас это все индивидуально. Я говорю про те цены, которые берут те именно неизвестные компании, которые уже с опытом, вот, ну, и по словам, там, свои проекты, то есть свои, да. Игорь Анатольевич, такой вопрос. Подходят очень многие, то есть практически, там, каждый день, и, то есть какие-то там безумные идеи, там, служба такси на ICO вымешивается собрать 200 миллионов долларов за месяц. Вот. Какие аргументы вы находите, чтобы человеку убедить, что вам это не нужно? Ну вот. А продукт? Да, да, нет, вы можете озвучить, просто сказать, вот мы не занимаемся вот этим, вот этим, вот этим. А от отрицания. Давай не боится. Есть? Ну, я просто пытаюсь сказать, нужен, могу ли я таким трудно, через СИО там… Да, может, оно любимое у вас продукт. Чисто офлайновый бизнес. Офлайновый бизнес. Офлайновый. Ворудование для молочных ферм. Принципиально новой технологией. Новая технология. Европейский, да. Такой нету еще. Нету, ничего похожего. Ну. Европейские фермеры наши, так сказать, те, кто выплатили деньги. Международная тема. Дорога. Ну, как, я вообще не выставляю это. Мне фиат нужен, значит, там, за оборудованную платить живыми деньгами. Но вы его производить собираетесь? Не сами, на контрактную основу. Это мы разрабатываем его, но будем, так сказать, размещать. Ну, потом, ну да, схема, ну, через фиат, вы можете это сделать вполне. Нету. То есть это получается не тем, какая нормальная. Компания у нас голландская. Дальше. Я бы не давал вам оформлять это как куплю-продажу, как опцион, по сути, на продукцию, значит, дискортом. Таким образом, мне интересно их будет покупать, так как эти фирмы дело легально. Понятно, там не будет даже что-то не просто, но будет кто любит. А кто будет эти токены покупать? Наши покупатели фермеры, а токены кто будет покупать? На фермерах мы просто не затягиваемся, говорят, купить. И фермеров мне стоит, мне проще с них может собрать сейчас там предоплату на будущую поставку. Вот, 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 да. И приходим к тому, что, значит, вариант привлечения средств и дальше просчитывайте, сколько вам это будет стоить. И зачастую получается, что, собственно, обычные методы работают даже лучше. То есть, здесь некая работа фуллтайм большой командой, а у меня там лучшие фермеры, которые сейчас работают, они принимают... Когда нужен ICO? Вообще, ICO, это, значит, крауд-тема, это то, что идет в продакшен конечных потребителей. Если это какие-то... Ну, тот же Цирконий, да, ну, как бы, да, он собрал, но... Ну, кто из вас использует Цирконию в последней жизни? Никто не использует Цирконию. Кто покупал Цирконию? Я не помню, кто покупал Цирконию. Вот. И тоже с молочного фермера. Молоко я покупаю такой. А, ну, как бы, если, условно, какой-то науке калородия, ну, да, интересно, то есть какая-то там штука, которая будет производить продукт, который мы не можем, да. Нет, ну, в принципе, ты не вдавайтесь. Потом, сразу, наш проект завязан на молоко в первую очередь. Науке это некое первое звено, а основная, как бизнес будет по программе нового молочного бренда. Да. Вы, когда просчитываете... Молоко будет там с кирптовой для вращения, по-моему. Молочный, не нужно. Молоко нужно. А как это делается? Кстати, вопрос такой. Выделяется стоимость токенов. Вот, то есть... Сейчас отвечу, значит, и про стоимость тоже. Вот, смотрите. Вот, кейс по кейсу гораздо удобнее. У вас есть, значит, бизнес, да. Бизнес, да. Бизнес, естественно, должен быть к растущим. Вы какое-то ограниченное количество токенов выпускаете, которое обозначает, собственно, это оборудование, да. как акцион. Потом, значит, эти акционы будут пасть обратно. Вот. Ну... А... За счет этого они растут. То есть, вот это можно там любезть, нанести к себе, заранее, значит, купить и, собственно, оборудование получить. Ну, то есть, с диском уже заранее. Причем, вот, ну, опять, жюридически оформлять, да. Либо, ну, афер запускает. Просто в договоре, если это крупный заказчик, да, прописываете, что да, при предъявлении токенов. То есть, он оплатил, вы даже на свой счет на баланс поставили все деньги. Значит, и отдаете на токены и прописываете, что при предъявлении токенов. То есть, это значит, что он их не слил на бирже, а, значит, он ее бану, вы их обратно забрали и уничтожили. Вот. А таким образом, вы постепенно все свои обязательства закроете. Вот. Дальше молоко. Это, ну, я называю операционный токен, да, то есть, есть растущий токен, есть операционный. Молока может производиться очень много. То есть, он не ограничен. Вы можете дальше заявлять о том, что делаете платформу, значит, там, пищевой промышленности, например, глобальной, да, и предлагаете туда получаться вообще всем игрокам. Это уже другая тема, другой проект. Вы можете являться таким инициатором и прокачивать свой бренд. И дальше этот бренд будет, ну, соответственно, расстать, будет расстать свою компанию. То есть, как бы, таким образом свою компанию уже, ну, с токеном отношениями не имеют, ну, сама компания будет расти. То есть, вы проводите пиар-компанию, да, с помощью вот этих вот новых технологий. И почему нет, сейчас очень многие, ну, тот же IBM, да, они проводят, значит, продажу, там, по сути, обычных, там, ну, как бы, цинкозомных каких-то решений, да, блокчейн, я как-то сейчас называю слово блокчейн и дальше покупают. Вот, пиар. Многие так делают. Да. Вы просто сказали, что токены. Да. Ну, сейчас, секунду. А по поводу стоимости, да, если мы операционные, то, значит, один литр молока, ну, соответственно, стоимость, ну, доллар, да. Вот. А когда это только на покупку оборудования, например, говорить оборудование стоит, там, тысячу долларов, вы отпускаете тысячу токенов, ну, понятно, номинал, да, продаете дисконт на 50%. А если это виртуальный продукт? Ну, то есть, как определить? Которые игрушки? Нет, это не игрушки. Например, это некий сервис, в котором я могу что-то оплачивать с помощью тек-токенов. Новый? Ну, например, как, я не знаю, возьмем вот этот сон, что-то. Про него не говорим. Нет, 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 я имею в виду вот сам принцип. Есть виртуальный продукт, и… Там, короче, если рынок существующий, например, можно выпустить виртуальный под хостинг. Вот. И тогда понятно, если рыночная цена хостинга будет. И ее можно сравнить с тем, кто вы будете платить. Вот. То есть, если это какой-то новый продукт, ну, там нет цены, вы сами их не платите. Наверное, так. Окей. Так? Да, вы говорили, что не стоит задавать акции, а можно по этому вопросу? По сервису. Да. Да. Ну, да. И вам надо будет… То есть, ну, вы… Если вы эти цены юридически не проводите, то вы машинка. Благодарю. То есть, в этом плане вы не можете обещать, а выплату дивидендов вообще никакой дивидендов. Просто сейчас, по-моему, наоборот, это стало… Стали хорошо собирать компании, которые… Акселераторы компании, компании, которые выводят на всего… Я читаю внимательно, что они обещают. Я сомневаюсь, что они обещают дивидендов. Они создают ауру того, что это будет расти, потому что, значит, у тому и дальше там… Но юридически они… Вы это где-то дадёте. Более того, а когда… Если кто-то ошибся и где-то не написал, как правило, мы стараемся быстро это всё скрыть и удалить. Так вы видите. Так, это… Ну, да, что с чего-то. Не, ну, мне кажется, я запробовал. Ну, что с ним? Ну, ладно. А вот у меня парочка вопросов. Вот один кейс такой. Я просто делаю мессенджеры, да? Одно, меньшевые. И вот они мессенджеры хотим делать платформу как для шеринга всего. То есть, вот первое – это транспорт. То есть, им нужно как-то иметь свой гераскутер. Да, да. Ладить гераскутеру за шерин. Когда сдаёшь, платформу не лишен. И на них прямо лишен. И можете пояснить, в чем разница? Потому что я проверил. В программистике безумно цены залампывают. Да. Там по 500, по 600 хотят уменьшить. Сейчас. Наверное, рынок не будет. Если вакансии посмотришь, там до 150-150 рублей. Это тысячу для какой-то компании. В общем, смотрите. Выпускать токен, значит, сейчас, по сути, несколько токен. Значит, свой блокчейн создавать смысла нет. Вообще. В блокчейнах и так создало много. И те люди, которых стоят блокчейн, они специалисты. Если вы этот специалист, вы здесь не сидите, не слышите меня. Вот. Вот. Вам нужно токен выпускать. Токен в основном либо на эфире. Вейс. 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 Приобретем. Два основных тута. Либо М3 пускай – да, то есть, по Эфире. Вейс. Либо Вейс или Петр Шет. Вот, вот. 3 варианты. Скорее всего, может. Вот. Вот он вдруг теперь нанhm. Вот, токен. почему желательно использовать почему используют стандартный механизм не знаю если шутки имеется и естественно сделки условий правильно про это идет речь хорошо это не знаю чем а закладывать лучше делать куплю продажу как на гусей вы можете зайти купить гуси это будет обозначать дальше мы это периодически сделали то есть это как клуб общественной организации есть такая форма в российской федерации естественно нету юридического лица нельзя крючок а идет дальше на физику вы условно покупаете там идет какая схема кто-то купил за рубли эти рубли дальше передаются производитель производитель с них поставил и обращается по условиям клуба когда вы на сайте регистрируетесь либо покупает токен либо забирает кодук что вы обязаны быть членом клуба то есть в этом плане вы должны идентифицированы быть в клубе ну естественно граждане российской федерации вот и по условиям клуба вы можете передавать купленного гуся в руки к члену клуба такая схема а если гусеник учил это сделать а это ответственность полностью лежит на производителя потому что он делает а как же риск и все остальное если гусеник учил это сделать я бы делал новый гусеник производитель взял деньги по договору купли-продажи то есть все проекты которые сделаны на сегодня нет это наша схема как я рассказывал она белая и она обеспечена там тем же продукция обеспечена но это идет обычно юрисдикция российской федерации потому что человек взял рублей то есть производитель взял рублей то есть это полностью белое то есть он ни с какими токенами не работает и по договору купли-продажи он должен соответствующему количеству гусей все вот процентуального основания метод токена о котором при активации до 15 рублей и перед этим его кто-то купил за рубли а потом оно передается из рук в руки значит на бирже сколько угодно раз ну между членами клуба а идентифицирован что потом тот кто придет забирать потом все давайте поблагодарим и